День защиты детей Госфонда защитники Отечества Точные передачи, красивые голы и много ярких моментов Состоялся первый домашний матч футбольной команды «Нар» 4-2 в нашу пользу Здравствуйте на телеканале «Россия-24» Информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» С вами Мурат Женкёзов Сегодня Международный день защиты детей С праздником жители Карачаева-Черкесии Поздравляет глава республики Рашид Тимрезов Счастье наших детей – самый главный индикатор Мира устройства и нашей работы Мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить им безопасность И поддержку, чтобы они могли полноценно расти, учиться и взрослеть Национальный лидер нашей страны Ставит перед нами задачи в сфере защиты детей Ориентиром для нас станет утвержденная Владимиром Путиным Стратегия комплексной безопасности детей в России до 2030 года Если мы сможем гарантировать нашим детям беззаботное детство и поддержку То сможем создать лучшее будущее для наших семей и нашего общества в целом Также мы продолжаем работу по реализации проектов и программ Инициированных президентом страны и правительством России Безусловно, это праздник всех родителей, бабушек и дедушек Воспитателей и учителей и всех заботливых людей Им желаю мудрости, терпения и удачи В нелегком, но прекрасном деле воспитания ребенка Настоящая романтика, нежность и скромность с ее стороны Мужская мудрость и защита с его Секрет крепкого союза Рустама и Анастасии Лайпановых Который привел к их семейному счастью Троим замечательным малышкам Амире, Софии и Алине Историю счастливой русско-карачаевской семьи Которые не помешали построить крепкие отношения, различия культур Расскажет Фатима Даурова Полуденное солнце ласково припекает соцветия красивых растений Которые украшают двор наших героев Цветочный аромат ярко насыщает летний воздух Тем самым еще раз подчеркивая любимое время года детворы Анастасия Лайпанова любит проводить время Среди своих клумб, пестреющих разными красками Сегодня компанию ей составила самая младшая из дочерей Двухлетняя Алина – тонкий ценитель маминого творчества, красоты и ароматов К ним присоединяются Амира и София, которые, как опытные натуралисты, время зря не теряя Изучают всю живность в огороде И самое увлекательное из занятий – ловля жуков Кто их собирал? Мы с Софией И не страшно было? Нет, только долго ловили А какие жуки вам больше сейчас нравятся? Есть у вас определенные жуки? Броненосцы А вот как этот называется? Броненосцы Рустам и Анастасия Лайпановы познакомились на службе Оба сотрудники Карачаевского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардией России по Республике Взаимная симпатия переросла в крепкие отношения, а затем и в законный брак, в котором они состоят с 2013 года Сейчас растят троих девочек-сестричек Она русская, он карачаевец Символ 10-летней годовщины супружеской жизни – олова, которая, в свою очередь, является символом гибкости Это говорит о том, что супруги приросли друг к другу Подстроились под особенности каждого Можно сказать, что их брак стал гибким Прямо вот мужчина-мужчина Вот я понимала, что я буду за этим человеком, как за каменной стеной Были моменты, когда в каждой семье, наверное, ссоры, переживания какие-то Да, не без этого Но мы идем друг к другу навстречу Кто-то кому-то уступает В основном я, бывает, уступаю Это, наверное, самое главное Друг друга уважать, ценить За это время Анастасия на собственном опыте убедилась Разница в традициях, вероисповедании или же месте жительства не является препятствием Если речь идет о любви В их семье принято отмечать праздники обоих народов Они проходят в кругу друзей, близких и родственников В Пасху у них на столе появляются крашеные яйца, которые гордо соседствуют с карачаевскими хачинами Русская келинка успела полюбить и мусульманские праздники Так как я выходила замуж, мы сделали никях Я все-таки придерживаюсь его религии Но при всем при этом мы празднуем и христианские праздники, и мусульманские праздники То есть от меня, например, его родители ждут, когда я с Пасху, с Пику привезу Им это очень нравится Также, когда у его родителей мусульманские праздники Мы всей семьей туда едем, проводим время, празднуем, отмечаем Рустам, как истинный горец, немногословен Особенно, когда речь идет о чувствах И только его глаза, сияющие счастьем и любовью к своей семье, сами говорят за себя Главным семейным фундаментом считает взаимопонимание Да, я предполагаю взаимопонимание Где-то надо прислушиваться, где-то надо наоборот Уступать, поддерживать Вот так Кто хочет жить, будет жить Красивая семья Лайпановых так и живет В мире и согласии, в любви, без национальностей Они умеют договариваться на любом языке И что же для них значит интернациональная семья Это счастливая семья Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия В день защиты детей принято дарить подарки Сегодня в региональной столице прошло большое количество мероприятий Где главными виновниками торжества стали мальчишки и девчонки В гостях у временных жителей стационара детской поликлиники Оказались герои их любимых мультфильмов Ребята читали стихи, отгадывали загадки, получали призы А в центре «Надежда» воспитанников учреждения Поздравили сотрудники регионального управления Росгвардии Которые привезли мячи, боксерские перчатки, ракетки и многое другое Теперь у юных поклонников активного отдыха Появилась возможность усерднее заниматься любимыми видами спорта Песни, танцы, поздравления, пришедшие в гости к деткам Праздник можно было считать успешным Дети это самое ценное, что есть у нас у всех в жизни Поэтому мы коллектив управления Росгвардии по Карачаево-Черкетской республике Решил сегодня поздравить детей и вручить наши подарки Это наши спортивные инвентарь Мы хотим, чтобы они больше занимались спортом, были на свежем воздухе Физически хорошо развивались и в будущем они смогли пополнить ряды управления Росгвардии по Карачаево-Черкетской республике В рамках всероссийской акции «Судебные приставы детям» Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Поздравили юных жителей республики с Днем защиты детей В парке республиканской столицы приставы вручали детям разноцветные шары, флажки и яркие раскраски В акции принял участие и Алихан Лепшоков В течение дня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Дарили юным виновникам торжества разноцветные воздушные шарики, флажки и яркие раскраски Пак республиканской столицы является излюбленным местом, куда собираются провести свободное время родители с детьми Цель нашей акции – поздравить с праздником наших самых маленьких граждан И подарить им частичку радости и тепла, отметили судебные приставы В рамках всероссийской акции ФССП судебные приставы детям В течение дня сотрудники УФССП России по Карачаево-Черкесской республике Вручали детям разноцветные воздушные шары, флажки и яркие раскраски Родители детей были приятно удивлены, проявлены вниманием и поздравлением Которые судебные приставы подготовили для детей А сами ребятишки были просто в восторге от игрушек и данной затеи Искренняя радость переполняет лица детей Малыши с большим воодушевлением и восторгом принимали поздравления от судебных приставов Весь парк заполнился веселым и детским смехом А родители деток были приятно удивлены проявленным вниманием И поблагодарили организаторов данной акции Впечатления, конечно, очень приятные Спасибо большое Службе судебных приставов Делали детям приятное Спасибо Буду дома раскрашивать Что будешь раскрашивать первым Синего Синего, наш любимый цвет, это синий И темно-синий, золотой, серебрский Помимо городского парка приставы постили и другие места отдыха детей Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии при поддержке главы республики Рашида Тимрезова Открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» Его сотрудники прошли специальную подготовку И готовы оказывать всю необходимую поддержку Участникам специальной военной операции На открытии регионального филиала побывал Артур Мхце Примерно неделю назад правительстве Карачаева-Черкесии Официально объявили о скором начале работы Регионального филиала Государственного фонда поддержки Ветеранов боевых действий и их семей «Защитники Отечества» И вот сегодня в Черкесии по адресу улица Гагарина, 24 Состоялось его открытие В торжественной церемонии принял участие Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов Здесь реально должна быть забота о каждом члене семьи Мы в ближайшее время Внесем еще дополнительный перечень тех любот И тех позиций, которые мы сегодня делаем для наших военнослужащих Которые сегодня принимают участие в специальной военной операции И по их возвращению целая программа у нас И по открытию частного бизнеса И по займам у нас в ближайшее время мы ее обнародуем Это все то для того, чтобы люди, которые завтра Наши ребята, которые завтра вернутся домой И вернутся они с победой, естественно Чтобы они могли заняться и бизнесом Кто-то увидит себя, может быть, в какой-то политической деятельности Законодательной деятельности Конечно, мы будем с каждым непосредственно и разговаривать, и предлагать Для социальных координаторов была организована специальная подготовка В муниципальных образованиях создали все условия Для эффективного выполнения сотрудниками своих обязанностей Руководителем филиала государственного фонда назначен Марат Абазалиев Мы будем работать конкретно с людьми И оказывать точечную помощь всем, кто к нам обратится Специалисты фонда находятся только здесь Или по муниципальным образованиям тоже какие-то будут? Муниципальное образование у нас 25 человек социальных координаторов Которые прошли обучение в Пятигорске Несмотря на то, что основным видом деятельности защитников Отечества Считается поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей Полномочия организации куда шире Помощь будут оказывать также всем ветеранам боевых действий Предусмотрено постоянное взаимодействие отделения с многофункциональным центром Рядом региональных министерств и ведомств В том числе в сферах здравоохранения, труда и социального развития Первый домашний матч команды «Нарт» удался на славу 4-2 в нашу пользу Овации болельщиков, скандировавших наш «Нарт» Давали колоссальную поддержку футболистам Которые в ответ продемонстрировали виртуозный футбол Точные передачи, четкие голы и голевые моменты Наша съемочная группа побывала не только на матче Но и успела запечатлеть теплую встречу Главы республики Рашида Тимрезова с обновленной командой Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробности Гости и жители Карачаева-Черкесии стали собираться на трибунах Еще задолго до начала матча Какой настрой у болельщиков мы узнаем прямо сейчас За кого вы болеете сегодня? За футбол Красивый 2-1 в нашу пользу За Черкес Каким будет счет? Какой счет? 5-2 Скажите, что желаете команды? Успехов, продвижения За кого болеем? Нарт, Черкес Каким будет счет? 2-0 За кого болеем сегодня? Ого, за наших обязательно За кого еще? Да, мы должны выиграть обязательно 0-2 2-0 2-0 Я ставлю на победу Нарта и думаю, что они победят за счетом 3-0 Здесь капитан, его зовут Азамат Курачинов И я надеюсь, что его команда сегодня выиграет Мы пришли поболеть за нашу команду 1-0 Зрители без сомнения верят в победу Нарту На первую домашнюю встречу пришли многочисленные болельщики Ну и, конечно же, глава республики Рашид Тимрезов не мог пропустить матч До начала игры команда вышла на предматчевую разминку А зрители разглядывали повнимательнее навыки и финты Особенно мальчишки, которые в будущем хотят стать профессиональными футболистами Игра началась с дан свисток судей На первых минутах матча команда из Каспийска пыталась атаковать Но Нарт красиво перевел игру в противоположную часть поля противника На 12-й минуте первого тайма автором гола стал Дмитрий Михайлов Второй гол забивает Никита Чалый на 31-й минуте Третий гол на 42-й минуте забил Амир Джумаев А уже на 44-й минуте под занавес первого тайма пропускаем мы Таким образом счет стал 3-1 На протяжении всего матча болельщики скандировали «Наш Нарт» Поддерживали команду аплодисментами и овациями После перерыва команды на поле Из-за срыв атаки и грубую игру футболиста Дагестана назначен пенальти Бьет уверенно и четко капитан команды Азамат Курачинов На 58-й минуте пенальти назначен уже нам Уор Дагестан забивает свой второй гол Таким образом счет 4-2 сохранился до конца матча Хотя были и острые моменты с обеих сторон Главный тренер благодарит всех, кто пришел поболеть Хочу поблагодарить зрителей болельщиков за такую атмосферу прекрасную Всех поздравляю с победой Дай бог, чтобы каждый матч такой был Это заслуга вот этих людей, которые сегодня пришли Да, есть нам над чем еще много работает Но все у нас еще впереди Первый домашний матч, первая победа дома Много людей, все довольны, все счастливы В общем, радость и счастье Глава республики Рашид Темрезов, присутствовавший на матче Поздравил и пообщался с командой Как эмоции после матча? Победили, так и будем продолжать Потому что первый матч за 20 лет нашей команды Поэтому считаю, что с почином А понравилась ли вам реакция болельщиков? Жители республики соскучились Я думаю, что с каждой игрой все больше и больше будет присутствовать И болельщиков, и те, кто начнут увлекаться Но самое главное, что больше порадовало Очень много детей, молодежи было Я сам приходил в детстве, занимался здесь футболом Для меня это были, конечно, такие большие эмоции Надеюсь, что нас ребята будут радовать С каждой игрой Задача одна – выйти, победить на этом этапе И выйти во вторую лигу, уже в профессиональную И поэтому сегодня спустился, ребят, сам поздравить Хочу поблагодарить нашего тренера Буквально за две недели, можно сказать, с колес Команду Есть, понятно, еще над чем работать Но лучше тренера этого никто не знает Поэтому задача у нас одна – выйти во вторую профессиональную лигу Спасибо вам за такой праздник футбола Спасибо, ребята Ребята и тренер рады были такому неформальному общению с главой И обещают радовать республику виртуозными голами и победами На такой позитивной ноте завершился первый домашний матч команды НАРТ Следующая календарная встреча состоится 14 июня на стадионе НАРТ Приглашаются поддержать родной клуб все жители и гости республики Последний день весны для некоторых районов Карачаева-Черкесии был не совсем теплым и уютным Местами в республике прошлись сильные осадки в виде грозы и града с усиленным шквалистым ветром В результате чего подтоплены частные подворья Размета часть автодорожного покрытия внутри поселковых улиц Жизнеобеспечение населения, то есть газа, вода и теплоснабжения не нарушено Как часто жители Карачаева-Черкесии пользуются сетью интернет? Итоги выборочного статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий И информационно-телекоммуникационных сетей в 2022 году подвели в Северо-Кавказ Кстати, и вот какие результаты получили В итоге 2022 года складывается такая картина, что более 90% пользовались сетью интернет А прошлого населения в возрасте 15 лет и старше в течение 2022 года пользовались сетью интернет В том числе доля активных пользователей, тех, которые выходили в сеть каждый день или почти каждый, составила более 81% По сравнению с прошлым годом показатели эти улучшились, возросли Если рассматривать по возрастным группам, как распределилось число пользователей, то тут вырисовывается такая картина Наиболее активные у нас пользователи в возрасте 30-39 лет, их доля составила 24% 40-49 лет – 19%, пользователи в возрасте 20-29 лет и 50-59 лет, по ним примерно одинаково, около 17% составила доля этих пользователей, которые активно пользуются интернет А уже более старшая возрастная категория 70-79 лет, полтора процента И такая положительная динамика, доля пользователей в возрасте 80 лет и старше Если в прошлом году она была там ничтожно мала, 0,2%, то в этом уже она составила 1,1% Сегодня гость нашей студии – одна из успешных адвокатов Республики Людмила Дураева Накануне она стала экспертом в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале с ведущим Михаилом Хановым Об участии в программе, о пособиях, льготах и субсидиях адвокат расскажет Альбине Курочиновой-Кенжевой На этом у меня все, хорошего вам настроения и всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова